Добрый день, уважаемые друзья! С вами снова Перпетум, или же Александр, и наш общий друг Жужик, или же Криперок. И посмотрите, кто это рядом с ним? Неужто это новый наш друг? Да, новый наш друг Пингвинчик! Это интересный, забавный друг, который ещё, наверное, даже более забавный, чем Криперок. Да и пользы от него побольше, хотя Криперка я люблю больше, поэтому Криперка я оставлю, а Пингвинчик пойдёт дальше гулять и искать себе друзей. Мы с ним немножко подружим и продолжим наше путешествие с Криперком по обзорам модов. Давайте я расскажу, что вообще Пингвинчик делает и для чего он нужен. Ну, начнём с того, что Пингвинчик, скорее всего, даун, потому что глаза у него смотрят в разные стороны. Я ничего не имею против даунов, но Пингвинчик, по-моему, у него синдром дауна. Хотя, может быть, у него ДЦП, я не знаю, нужно любить людей, у которых ДЦП и синдром дауна. Ну, не об этом речь. На самом-то деле, сами по себе пингвинчики, они довольно добрые. Почему я сделал такой вывод? Наверное, потому что смотрел фильм-мультик «Делай ноги», первую и вторую часть. Да, ведь он «Делай ноги» назывался. Про пингвинов, они там были довольно добрые, разные императорские пингвины. У нас, видимо, обычный пингвинчик, не императорский, но, тем не менее, от этого не менее любимый. Почему всё, что я говорю, звучит как-то по-гейски? Надеюсь, что не звучит. Ну вот, у нас есть пингвинчик, который будет с нами играть. Криперок, покажи ему, что ты можешь, покажи. Видишь, ты не можешь ничего, а пингвин у нас умеет кидаться снежками. Давайте я продемонстрирую. Стоп, 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 стоп. Прости, Криперок, я что, обозвал тебя? Возможно, ты будешь чувствовать себя немного неполноценно, после моих слов про то, что ты не можешь ничего, а пингвины что-то может. Вот, но ты не обижайся, Криперок, Жужик. Он отворачивается. Ну, блин, не обижайся. Вот, простил меня. Спасибо, что простил. Давайте я покажу, что делает пингвинчик. Он кидается снежками. Давайте посмотрим, как это. Вот он стоит, вроде бы, как бы никого не трогает. Овечка тоже думает. Ну, вот у него мысли такие. Ходит рядом пингвинчик. Я не знаю, он же ничего мне не сделает. А вот она ошибается. Пингвин может её закидать снежками. Вот так. Наш пингвин уже начал кидать снежки, посмотрите. Он не даёт овце ни единого шанса на победу. Он кидает снежки, посмотрите. Это беспрецедентный случай. Он кидает, 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 кидает. Ну, в принципе, наверное, это его единственная функция. Он всего лишь будет отпугивать враждебных монстров. Или же тех монстров, которых вы атакуете. Но после этого он может от вас отстать и навсегда прилипнуть к этому монстру. Это проблема. Видите, пингвинчик, он не однолюб, в отличие от нашего Жужика, что очень печально. Давайте я покажу, как сделать этого пингвинчика. Что для этого нужно? Для того, чтобы сделать пингвина, нам понадобится всего лишь одно обычное яйцо, четыре блока снега, расставленных по кругу, и четыре снежка, расставленных также по кругу. Получается вот такой вот пингвин, пингвин, не знаю, эк. Дело в том, что это яйцо. Мы вызываем пингвинчика, и вот у нас уже новый пингвинчик, потому что старый нас покинул. Такая вот сволочь, видите, какая неблагодарная. И я его вырастил, воспитал, дал ему поиграть с великим Жужиком, а он меня бросил. Печаль, печаль, но не будем отчаиваться. Мало того, что пингвин может атаковать, он может за вами следовать, и телепортироваться, если потеряется. Жужик тоже это может, так что он ничуть не хуже. Спасибо, ребята, за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. С вами был Перпетум, и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok